Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие братья и сёстры. В этом ролике хочу напомнить о себе и всем вам о наилучших деяниях месяца Шаабан. Наступил месяц Шаабан, который предшествует месяцу Рамадан, который является месяцем подготовки, месяцем поклонений Всевышнему Аллаху, отдалений от порицаемого. Какие же деяния можно особо выделить для месяца Шаабан? И основным деянием, с которого можно начать разговор, является пост. Пост в месяц Шаабан. Согласно хадисам пророка, саллиллаху алейхи ва салям, нам известно, что посланник Аллаха больше всего из добровольных постов соблюдал именно в месяц Шаабан. Ата Аиши, разъя Аллаху анху, передается, когда у нее спросили о посте в месяце Шаабан, она ответила, что не замечала посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, опастящимся так часто, так много, как в месяц Шаабан. И она говорит, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, целиком в месяц Шаабан, порою проводил в постах, за исключением некоторых дней, привел данный хадис имам муслим. Когда у посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, спросили, в чем причина такого количества, такого внимания к постам именно в месяц Шаабан, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, ответил, этот месяц, месяц, о котором забывают люди. «За ка шахрун яуфулюн насу анху байна Раджаб ва Рамадан», говорил он, этот месяц, к которому беспечные люди между Раджабом и Рамаданом. Этот месяц, в котором возносятся деяния рабов к Господу миров, ко Всевышнему Аллаху. «Я желаю, чтобы мои деяния были вознесены, когда я соблюдаю пост», говорил посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям. Это говорит о том, что этот месяц следует выделять особо приближением ко Всевышнему Аллаху, отказом от порицаемого, совершением как можно большего количества благих деяний. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, считал наилучшим из деяний для в месяц шаабан посты. Второе деяние, согласно хадисам пророка, саллиллаху алейхи ва саляма, которое заслуживает внимания, особого внимания в этот месяц, это искоренение вражды, презрения, ненависти друг к другу в течение всего этого месяца. Почему? Потому что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, сказал в хадисе, который привел Фа'леба, Аль-Хашани, радия Аллаху анху, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, когда наступает серединная ночь Ша'бана. Всевышний Аллах является к своим творениям и прощает всем уверовавшим. ва юмлили лил кафирин ва ядау ахляль хикди би хикди и дает отсрочку неуверовавшим, то есть им Всевышний Аллах не прощает и оставляет ва ядау ахляль хикди и бросает обладателей презрения с их презрением до тех пор, пока они не очистятся от этого презрения друг к другу. То есть когда наступает серединная ночь Ша'бана, все уверовавшие получают прощение от Всевышнего Аллаха, получают величайшую милость от Всевышнего Аллаха, что может быть более лучшее, чем прощение Всевышнего Аллаха. И те сердца, в которых таится презрение, злоба, ненависть к другому своему брату, эти сердца, эти обладатели этих сердец будут лишены столь великой милости Всевышнего Аллаха. И поэтому сначала Ша'бана лучше подготовиться к этой середине, подготовиться к этому прощению, взаимными прощениями друг друга. Смело прося друг от друга прощения за свои деяния, за свои обиды, причиненные им. А также скрепляя родственные узы, узы братства, тем самым оказаться, не лишиться той великой милости, милости серединной ночи месяца Ша'бан. Следующий поступок, которым можно выделить, которому можно посвятить данный месяц, это чтение Священного Кур'ана. Саляма ибн Сухайл говорил «Шахру Ша'бана Шахру Курра». Ша'бан это месяц чтецов Священного Кур'ана. И наши салифу салихун проводили больше времени за чтением Священного Кур'ана. И Аль-Хафил ибн Раджаб от Анас ибн Малик передает, что Анас ибн Малик говорил «Канал мусульмуна иза дахала Ша'бан каббу ал масахиф» что прежние мусульмане при наступлении месяца Ша'бан они бросались за Священным Кораном, то есть цеплялись за Священный Кур'ан, зачитывая Священный Кур'ан, его аяты, размышляя над Священными Кур'аном, над аятами Священного Кур'ана «Ваахраджу заката амуалихим» а также выплачивали закат из своего имущества, тем самым поддерживая слабых, нуждающихся мусульман перед наступлением месяца Рамадан, обеспечивая их необходимым питанием для того, чтобы они могли проводить месяц Рамадан в поклонениях и в постах. Эти три деяния можно смело выделить особым образом для месяца Шабан, да поможет Всевышний Аллах каждому из нас достойным образом провести месяц Шабан в постах, в поклонениях, в чтении Священного Кур'ана, в поддержании скреплении родственных уз и простить нам всем наши грехи. Ва-ссаляму алейкум ва-рахматуллах ва-баракату. Редактор субтитров